доброе утро у нас сегодня очень такая хорошая погода прям замечательная погода для того чтобы куда-то выезжать я надеюсь очень сильно что у нас сегодня будет солнце в горах капец я сейчас только понял что машина въехала которая с второстепенной дороги я чуть не въехала нужно сказать катился гололед ужасный такое в зеркало посмотрел он просто вы выкатился на дорогу ну дай бог что у нас сегодня было все хорошо едут за двумя молодыми людьми и мы поедем в горы кататься фотографироваться и смотреть красоту как обычно впрочем наши собаки на 5 здесь только ему никто еды не приносит мы вчера ему принесли и сегодня фиг тебе он там на работу сюда приходит его уже даже в пять часов здесь нет а вот опять мы здесь на мемориале освещенном подробно и в сыночной группе вместе даже с животными погода у нас промозгла морозящий туман все снегу холодно не так прям чтобы минус 40 но минус 3 на холодно как минус 40 та же самая речка все тоже самое но вот в такой погоде даже так красиво и пока собака дождется все-таки своего он туда в дырочку посмотрите сходить что нам есть туда? если оттуда кто-нибудь выпрыгнет пусть камень то будет как с той женщиной только это не звук уведомления обалдеть так это прям даже не один далеко да? нет коллективно помнишь я тебе говорила в скроме? типа семью? или просто? каждый склеп это один род одна фамилия чем больше склеп тем больше фамилия обалдеть все здесь стоит вот где-то 14-15 века тогда это все стали возводить это тот период когда осетины были загнаны в горы не по своей прихоти то что не захоронены они а это уже загадка истории почему христиане осетины не хоронили в землю я не узнавал я люблю догадками судить но мне кажется что осетины вот сейчас праздновали тысячи сто лет крещения Аланий то есть 14-15 века это еще как бы в рамках тысяч лет почему были загнаны стены в горы потому что был хромой Тимур татаром ангольское иго который решил на Кавказе все их вырезать потому что ему не понравилось что он отправил войско зачистить а оно не вернулось он не знал что здесь есть такие воинственные племена так скажем и его все войско пришло через Кавказ в сторону Европы когда он шел и здесь как бы решили всех вырезать но кто уцелел они пришли сюда в горы а вот там где мы проезжали к примеру там наверное была такая же картина как в 300 спартанцев узкое такое горлышко бутылки и туда все иди иди сюда сейчас мы тебе покажем кто такие горные люди ну это уже такие фантазии вот и потом люди которые остались они же не все к примеру знают не все какие-то эти профессора на тот момент кто что знал где что слышал стали делать так либо может представители каких-то других религий были решили вот в таком ключе продолжать это делать но то что склепы есть и то что они вот именно в таком виде сделаны именно здесь к примеру и там где они в принципе есть по осетии всей они не просто так выбрано это место здесь очень мало таких плодородных земель все они используются ну как бы горы все они используются по назначению а здесь скалистая то есть вот слонит и здесь ничего не посадишь ничего не вырастет кроме сорняков поэтому решили вот как бы на скале возвести и чтобы никуда ничего не девалось а почему у кого то есть крыша у кого то есть а это уже уровень сословий кто богатый кто не богатый тут даже ну как здесь прослеживаются три плоская крыша двускатная и пирамида ну наверное вот как и сейчас у нас низший уровень средний и высокий да их они все вон пронумерованы там двенадцатый номер здесь где я не знаю их всего в принципе около двух сотен двух сотен? да здесь? да вот на той стороне тоже вот там парочку где-то есть вот вон раз и два вот там за туманом там тоже такое ну не двести ну там штуки наверное пять есть и в принципе по всей осетии склепов вон еще один просто стоит вот башенька стоит и рядом с ней маленький склеп над машиной вот видишь? вижу вот вот такая башня наверное посмотровая какая-то эти башни они делятся на боевые и фамильные вот эта боевая башня она стоит в таком месте которая ну как боевая даже больше сторожевая сигнальная ну и боевая в том числе скорее всего потому что у нее есть вон бойница и они стоят вот вот обособленно одни такие одинокие чтобы если неприятель надвигается чтобы сообщить например селу то есть там зажигается например огонь дым идет все узнают и дальше вот с почки передают чтобы оттуда же кто-нибудь пришел там на подмогу например вот представьте насколько люди были загнаны и затурканы в свое время что они такое придумали там властелин колец ну на самом деле так и было а если на руси смотреть то там не башни а крепости суть то та же самая мне кажется в то время все так жили друг на друга ходили вбивали вырезали ну это прям мощно мне еще кажется то что может быть осетинская религия она же тоже не до конца как я понял православная но это язычество нет это многие просто путают с язычеством осетинская традиционная вера она называется ирондин это и по-стински это единобожье один бог и переводится по-русски как это говорят один большой бог так типа ну то есть не бог отец бог сын и бог единый бог просто единый бог ну типа можно его тоже трактовать творец создатель всеотец как еще можно говорят а все остальные это уже вот как небожители которые отвечают за определенные свои обязанности у них есть ну то есть она от православия тоже отличается ну есть отличие даже как можно понять что есть отличие от православия просто посмотреть на современные или несовременные эти кладбища нет столько крестов то есть есть крест то это прям православные а так в основном это просто камни ну надгробная плита крест может быть там изображен но не ставится а крестится когда в церкви так тут по-моему тоже вообще пофигу бывает я не видел что прям как-то конкретно бывает тут уже больше именно сам этот бывает не по-католически или как там не по-грегориянски а по православному католики вроде так вот они делают они делают же слева направо да да тоже да то есть они по-другому вот а еще вот здесь вот прям видно вот он уже открыт а вот здесь закрыт я не могу утверждать точно потому что хотели какие-то закрыть но вот так в принципе и было изначально мне кажется это какое-то свежее дерево возможно потому что был какой-то сюжет что какой-то один из умелец из-за того чтобы не было вот этих всех расхитительниц гробниц Лары Крофт закрыть потому что были случаи что эти инстателки приезжали залазили внутрь и делали эти себе контенты серьезно? да ну это да причем они отмазывались потому что прям со слезами когда уже дело завели как-то осквернение могил с реальным штрафом им уже журналисты там созванивались и просто расскажите что там как было и она такая рассказывает ну я не знала я думала это просто ну как какая-нибудь декорация бутафория вот для тебя будут вот это вот создавать декорацию ну серьезно просто посмотри насколько это все древнее живон там покрылось все таким слоем выглядит красиво конечно антично да выглядит но то что вот типа с первого взгляда это больше на какие-то хибары похоже а не на гробницы но такой вид вот склеп именно в таком виде он не просто так выбран потому это короче сама конструкция архитектура так скажем она сделана для того чтобы это не разрушалось и не протекало к примеру вот камень на камень небольшой и они его обмазывали там глиной еще чем-нибудь чтобы внутрь не выпадал воздух ну этот ветер и все остальное а вот крыша как сделано это вообще уникальное творение вот ставь это уже стоит сколько получается у нас 500 лет и ничего никто не реставрировал то есть не обмазывали ничего не делали где-то может быть обмазывали какой-то период там в середине прошлого века это я тоже читал может и было такое но именно вот смотри крыша она вот как была она так и осталась а крыша сделана просто вот сланец камень сланец камень и когда бывает много снега он там не остается там нет шапки он весь сползает ну бывают шапочки но недолго типа выдувает сползает типа даже на этих ну типа не забивается между ними да 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 именно вот с этих целей соображений и тут как бы вот так сети то он там по дороге вот так много их еще стоит и там наверху ну в общем такая затея прогулять по кладбищу у многих бывает а как заносили тогда туда вот через окошечко да делали специальные лодочки то есть не гроб именно а лодочки и туда погружали и там внутри были эти ярусы на которые их клали ну это все эти ярусы поразрушились и остались только где-то лодочки можно увидеть мне интересно если там за год допустим умирает трое-четверо ты вот туда залазишь все равно тело гниет ну ну здесь ветрено в любом случае там быстро все происходит война прошла здесь было очень много большой как бы был период когда было больше всего захоронений и с этим связано очень много легенд потому что самая популярная легенда про это место что оно было построено во время оспы в 17 веке и что люди сюда приходили умирать да но это ложь просто в этот момент было больше всего захоронений сюда нельзя прийти умирать ты представляешь ты умираешь и ты пришел в могилу умирать с другими телами да это невозможно это это кощунство это бесчеловечное и никто так нигде ни в каком мире параллельном не делает ну как это вообще возможно там было написано что если например женщина ну там престарелая да и все и она уже прям ей плохо она приходит сюда и ну вот ты поставь гипотетически возьми свою какую-нибудь близкую женщину ты разрешишь этой близкой ну близкому человеку вот так сделать ну как бы ты не хотела там ну я столько историй слышал кто там на четвертой стадии рака они сидят до последнего до последнего вздоха с ними даже сейчас самое бесчеловечное время да так скажем тогда тем более они до конца а потом уже только так нельзя тем более религиозные люди тогда тем более было больше религиозности значит это все не право да конечно не право тут бывает экскурсии проводит экскурсовод там историк он все это рассказывает я просто у него все подслушал поэтому я теперь все знаю это видео блог перелезаем через забор с жорой опа мы идем вон туда а с полокон всегда предупреждаю летом тоже а зимой еще предупреждаю вещей предупреждаю камни они вот тут про это порода она скользкая может быть поэтому все тщательно вымеряем и повторяем за мной по возможности зеркальный барс по его кто-то хвостик откусил это еще один зеркальный барс барс изображен на гербе осетии а на мостах изображен так это тоже тоже барс лев может быть я не знаю почему там лет уже за то что наставай как в питере барс он как бы символ наш как это называется привет не азиатский леопард ну барс это если а парт положению подумал то что это гипар он такой прям точку куда в этот ну сейчас наверное тоже можно но я бы сам тоже не рисковал вот туда запрыгивают местные умельцы и с ним фоткаются ему только момент это дело короче здесь будет час вот ну пуск резкий это делалось 500 тысяч раз невесты в платьях и на каблуках спускались поэтому нормально спуск всегда сложнее чем подъем поэтому главное его преодолеть короткие шаги делать лучше очень крутой спуск ну я то это сейчас этого этом самую банальную ошибку ты центр тяжести вперед перемещаешь надо ровно быть всегда так проще казалось бы да ага он барсик тут одна девочка подружка невесты вот так спускается а я такая она вообще никогда не была вот в таких местах и поперла как в торговом центре и в уметь и чё-то на темп упала и но так все себе расцарапал а я нормально пойдем дальше да 1 сад а а приора тут до сих пор еще да я здесь так мало воды еще не видел обычно вот этот камень его не видно бывает а вот этот бывает чуть-чуть только видит мая так мало воды вот этот камень скрывается под водой да вот вот этого верхушка торчит чуть-чуть здесь вода все бывает и даже крути я вот здесь фоткаю всегда вода вот тут бывает прям а это приора она короче судя по здесь были какие-то колеса их наверно уже утащили тоже новая резина прям было где-то короче рухнула я вот здесь встала ты бы сюда прикосил ее наверно это называется кодар гаванская теслина результат много не знаю там тысяч или миллионов лет работы воды и вот это все прорубило вода а вот этот кстати барс он на камне этот камень прилетела сюда с той стороны наверно и он застрял вот так он прям этой ну вот судя по всему не оттуда наверно потому что он бы туда не попал а стой 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 скалы вот так вот прилетел и туда встрял ну вот здесь еще один стоит вот большой ну короче откуда-то все одевал там папа нет папа с новым и сегодня идем по этим лестницам поднимаемся по очень крутым по скользким дай бог кто-нибудь здесь что-нибудь себе повредит будет больно поэтому надо быть осторожным в любое время года снежочек пошел нам ехать в ту сторону надеюсь там солнце выше облаков когда поднимемся я очень сильно надеюсь что мы поднимемся выше облаков вот сейчас надо зайти внутрь храмах смотрите как там красиво что вот вы трогали то сильно трогали ну как вчера было здесь открыто там написано то что вход с боковой двери где и идет ремонт написано где пока на дверь добрый вечер я вас снимаю этот как его звали башкатов был здесь снимал вот это все тут и тут все было закрыто расписывали и он там в лесах и этот ну типа снимает про все святыни буквально где-то месяц-два назад я завтра не завтра этот короче говоря я сейчас тоже буду снимать но этот но для доброго утра у нас этот ко дню матери нужно остинскую семью будет подснять как раз такими на остинском языке как слово мама все сейчас договорюсь мама на любом языке мама родной язык так никак тем более стенским полочисленный визит особенно твой родной мой родной смотри на двух зону стены что-то интересное происходит ходят на кресты напоминаю чем-то мальтийские как из них их просто нарисовали один из монахов лично на 1 да и у давида очень ровно сейчас будет А ты знаешь, что это за кресты? Ну я-то да. Что? Кресты. Что это? А, ну ты имеешь в виду три слеза? Да. Потому что крестьянство отошлось больше с Грузии, поэтому они больше на грузинские похожи. Да, многие приходят и говорят, а почему здесь крест не пророславный глупой? Специально для вас. Типа наверх уже это грузинский больше, чем православный. Ну да, потому что с Грузии это пришло с той стороны. Куда? К нам? Что на грузине крестили? Ну с той стороны не обязательно грузины. Нет, это храм Божий пришел оттуда, а религия это не оттуда пришла. А, они второй дубль пошли делать, второй дубль пошли делать. Люди в черном, все в одинаковых пуховиках. Можете послушать, чтобы я ничего не рассказывал. На положенной стороне вы так можете видеть кресты, напоминаю чьи-то мальтийские, но никакого сакрального искусства они не имеют. Просто две красоты. Просто, да. Красоты ради их изобретения. А там, на самом деле, не нужна страховка. А там, на самом деле, не нужна страховка. А, нет? Очень, да. Это отсюда кажется, что опасно. А по факту там прям... Ну, их третий, да. Третий там находится. Да, над рекой, да. Идем. Идем. А? Уже можно идти? Я думаю, что да. А, нет, нельзя. В кадр. Попадем. В общем, не получилось у нас попасть внутрь храма, закрыто почему-то опять. Не знаю почему, возможно, все съемок, но со всех сторон двери закрыты. Поэтому в следующий раз. Холодно очень на улице, еще снег этот валит. Валим, 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 валим. Поэтому поехали дальше, что-нибудь, может быть, найдем. В общем, никакой у нас больше экскурсии нет. У нас Сайлент Хилл. Продолжение фильма Мгла. Пробащие в снегу. Замерзшие. Выжившие. Слушные картинки намного интереснее выглядит. Ну, уменьшенное изображение. Ну, издалека надо смотреть. Короче, здесь все горы. Там внизу водохранилище. Снега до хрена. Снег идет. Ну, мы пьем кофе и нам пофиг. Песели-песели у нас повсюду жрать просят. Интересно, остановят? У них нет. У них нет. Короче, снег пока не прекращается. Тут уже люди вон даже без фаров ездят. Мы доехали уже до сюда. Не без проблем. Ну, на второй передаче я ехал практически все время. Снег здесь уже поменьше. Там прям валит. Вот. На этом месте. С покровителем дорог путников и воинов. Будем заканчивать этот выпуск. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok